Проблемы в оленеводческой отрасли и перспективы развития обсудили делегаты съезда оленеводов Нинецкого автономного округа. В работе съезда приняли участие представители СПК, семейно-родовых общин коренных малочисленных народов Севера, руководители органов государственной власти и депутаты окружного собрания. Подробности у Василия Хатанзейского. В настоящее время в Нинецком автономном округе оленеводством занимаются 28 организаций различной формы собственности, в том числе 11 сельскохозяйственных производственных кооперативов, 1 акционерное общество, 11 семейно-родовых общин коренных малочисленных народов Севера и 5 фермерских хозяйств. В сфере оленеводства занято более 800 человек, большая часть из которых являются представителями КМНС. Поддержка оленеводческой отрасли и дальнейшее ее развитие были и остаются в центре внимания государственной власти в регионе. Оленеводство живое и будет жить. И если какая-то нужна помощь, мы всегда эту помощь окажем. Потому что оленеводство было и остается главной отраслью сельского хозяйства. И именно оленеводство дает жизнь большому количеству людей, которые сегодня живут в тундре. Нинецкий автономный округ по-прежнему занимает второе место по численности поголовья северных оленей. По состоянию на 1 января 2022 года поголовье оленей составляет более 174 тысяч голов. Наиболее крупным предприятием, осуществляющим промышленную переработку мяса северных оленей, является Акционерное общество мясопродукты, которое закупает около 70% произведенной в округе олениным и выпускает более 100 видов продукции из данного сырья. Переработкой также занимаются ряд других хозяйств в округе и индивидуальные предприниматели. Так, в хозяйстве ЕРФ, стадо которого насчитывает более 13,5 тысяч голов, и есть собственный перерабатывающий цех. Продукция наша славится в городе. Вывозят также ее в Архангельск. Но горожанам она нравится. ЕРФ не собирается останавливаться на достигнутом в планах хозяйства. Расширять ассортимент продукции, повышать качество, чтобы она еще больше нравилась потребителям. Департаментом природных ресурсов, экологии и АПК ведется планомерная работа по совершенствованию нормативной базы по поддержке оленеводства. Государственная поддержка оленеводческой отрасли осуществляется в рамках региональной государственной программы. Хотел бы акцентировать внимание на тех мерах поддержки, которые мы осуществляем, осуществляли и будем осуществлять всегда. И на тех вещах, которые нам удалось сделать за последнее время положительно. Во-первых, в этом году были изменения порядка предоставления субсидий. Большая работа предшествовала этому. Данные изменения предусматривают субсидирование не только при реализации продукции в промышленную переработку окружного предпринимателя, но и реализацию прочим потребителям, в том числе населению, а также направлять продукцию на собственную переработку. Эта мера позволила оленеводам расширить рынок сбыта продукции, а также снизить цену продажи оленины для населения. В целом, из окружного бюджета оленеводческим хозяйством оказывается шесть мер региональной поддержки. В частности, субсидии на создание или модернизацию объектов агропромышленного комплекса позволили построить несколько современных убойных пунктов, а также модернизировать оборудование для переработки и хранения продукции. Благодаря окружному гранту «Агростартап» в регионе появились три новых фермерских хозяйства. Была проведена огромная работа по обоснованию нашей потребности в новых производственных мощностях. В связи с этим, нам федеральный центр в лице Министерства Дальнего Востока и Арктики довело порядка 118, то есть общий объем субсидии по этой мере поддержки составил 118 миллионов рублей, из которых часть федеральная 80 миллионов. На что эти деньги будут потрачены и что планируется сделать? Планируется трех хозяйствам сформировать новые предоставления, новые убойные пункты, новые короли и новые жилые модули в местах качей. Общий объем финансирования мероприятий, направленных на развитие оленеводства в Ненецком автономном округе, в 2021 году составил более 300 миллионов рублей. На съезде представители оленеводческих хозяйств обсуждают те темы, ставят те вопросы, которые для них являются наиболее злободневными. Съезд – это одна из площадок, где люди непосредственно с мест, с территории, с территории компактного образования, в душе традиционного образования могут приехать и напрямую, так сказать, лицом к лицу пообщаться с руководителем органов государственной власти, увидеть, пообщаться с губернатором, с депутатами окружного, с муниципальными властями, ну и, конечно же, решить, обсудить те вопросы, найти пути решения, которые сегодня их волнуют. А волнует оленеводов в числе прочих вопросов нашествия волков. Говорят, хищников много развелось, а также преемственность поколений, отсутствие достаточного количества кадров для работы в тундре. Ну что, у нас СПК Индика, Тиманская, Тундра, 4 бригады осталось, было раньше 9, сокращение идёт, пастухов нету. Основная проблема в развитии оленеводства на территории региона заключается в том, что на протяжении последних десятилетий прослеживается тенденция к снижению кадрового потенциала отрасли. Растёт средний возраст занятых в оленеводстве. Проблему пытаются решить, в том числе за счёт обучения новых кадров. Было обучение ребят, была набрана группа «Оленевод-механизатор» на базе Ленинского аграрно-экономического техникума, и сегодня ребята осуществляют свою деятельность. В 2021 году новая группа оленеводов-механизаторов, а это 18 специалистов, была выпущена из Ненинского аграрно-экономического техникума. Студенты учились два года десять месяцев. Помимо общеобразовательных специальностей, они освоили основы ветеринариям, санитарии и зоогигиенам, продуктивное разведение оленей, технология содержания животных и другие предметы. Сохранение традиционного образа жизни является залогом сохранения оленеводства. Руководитель профильного ведомства Альберт Чавдаров считает, что необходимо организовать системную работу по привлечению молодого поколения в отрасль. Для этого необходимо прежде всего модернизировать материально-техническую базу хозяйств и обеспечить достойную оплату труда оленеводов. По завершению работы съезда оленеводов, его участники возложили цветы к памятнику олено-транспортных батальонов.